Продолжение следует... Проходите, здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Все, трансляция пошла. С нами еще 10 человек в невидимом пространстве. Я все время, когда говорю про онлайн-аудиторию, почему-то смотрю наверх. Там с нами интернет, там с нами, я так думаю, что еще часть Украины, России, так что мы их тоже приветствуем. Мы еще, вы поняли, да, мы раскачиваемся, мы еще не стартуем, потому что надо снять волнение, напряжение, подготовка. И сейчас все вот-вот произойдет. Я на самом деле хочу всех-всех очень искренне поприветствовать. Вы космические люди, потому что люди, которые двигают и соединяют ноды, это люди однозначно не от мира сего. И, как вы понимаете, наша конференция называется «Нода». Некоторая маленькая структура, как клетка организма, да, как часть большого проекта, как маленький узел, связывающий всех людей. Вот мы здесь, да, связаны одной цепью и одной целью. Символически это такой маленький шаг, маленькая ячейка к большим делам. И сегодня, кстати, 7 ноября, да, очень долгое время эта дата ассоциировалась с нас, с революционными какими-то событиями, да, мы славили вождей и революционеров. Вы знаете, символично можно сказать, что вы в какой-то степени немножко тоже революционеры, потому что вы занимаетесь интеллектуальными вещами, как бы выходящими за рамки нашей современной жизни. И однозначно вам полный восторг. Я, конечно же, еще хочу очень искренне выразить благодарность за, благодарность нашим спикерам за то, что они уделили нам время, правда, это важно. Они многие приехали из Киева, из других городов, из Одессы, и они будут с вами сегодня. Это самое главное, потому что живые люди, живое общение будут делиться с вами своими знаниями. Спасибо. Хочу поблагодарить команду, которая уже 3 месяца готовит это мероприятие. Нашего админа, который уже всю ночь здесь шаманит, чтобы все работало. Вот. Поблагодарить, я не знаю, время и пространство за то, что мы здесь и сейчас. Собственно говоря, наверное, я уже буду объявлять официально старт и сказать, что конференция Noda 2015 года с этого момента объявляется открытой. Поехали. Безусловно, я прошу у вас немножечко лояльности и терпения, потому что какие-то заминки вполне натуральные. Сейчас мы приглашаем наших первых спикеров, это будете вы, да? И, собственно говоря, можно потихонечку начинать. Передаю вам. Всем привет. Слышно нормально, да? Меня зовут Дмитрий Бессонов. И на данный момент я работаю концепт-художником окружения в питерской анимационной студии Whiteball. Мы создаем мультфильм Космической Академии, в которой учатся юные космонавты. Это детский мультсериал. Я решаю задачи, которые связаны с основными идеями в окружении. То есть, будь то дизайн окружения, элементов его, или же освещение, цвет и даже ракурсы. Мне особенно интересна задача, которая касается света и цвета. И когда мне предложили выступить на ноут, я понял, что буду говорить именно об атмосфере окружения. Так как именно цвет и цвет – это самые мощные инструменты, которые ее формируют. Стоит, наверное, сразу оговориться о том, как устроен у нас процесс. То есть, в создании нашего мультфильма я звено одной из звеньев, которое стоит в начале производства. И моя основная задача – донести идею сценариста, пропущенную через призму режиссера и местами подправленную продюсером. Все это делается еще на стадии препродакшена. И рендер при этом не играет практически никакой роли. Даже более того, время, потраченное на хороший рендер такой картинки, совсем не оправдано в моем случае. Потому что за мной потом будет работать целая команда художников и моделеров, которые приведут финальную картинку к какому-то одному общему знаменателю. Мы смотрим кино или мультфильмы, чтобы получить какие-то эмоции, чтобы развеселить себя или, наоборот, заставить задуматься о чем-то серьезном, чтобы нагонять на себя ужас или что-то еще, за что так ценят хорошее художественное кино, мультфильмы, игры. Поэтому на меня считаю, что эта эмоциональная нагрузка, она должна выполняться не только с помощью сценария, но она должна проявляться во всем и в особенности в окружении. На меня эта задача точно так же распространяется, как и на сценариста и режиссера. Для начала я делю концепт на две части. Эмоциональную и уже конкретно дизайн. То есть, когда я читаю сценарий, первое, я хочу почувствовать, что я ощущаю от того куска сценария, который читаю. Что там будет происходить и что там будут чувствовать персонажи. А далее уже, ну и в общем, на этой стадии я пытаюсь понять, как можно, не опираясь на конкретное, а на абстрактное, передать идею сценарию. Вот. То есть, я обращаю внимание на такие вещи, как свет, свет, композиция, без какой-либо конкретики. Потом, уже в созданной какой-то среде, я уже создаю конкретно дизайн, именно помещений, материалов, ну и тому подобного. Я буду говорить именно о том, как же все-таки донести идею, используя простые атмосферные скетчи. Я забыл показать слайды. Вот, ничего. Это то, о чем мы будем сегодня говорить, об атмосферном скетче окружения. Ну и краткий план действий. Вступление уже было. Расскажу, что такое атмосфера, атмосферный скетч, какие этапы его создания, зачем вообще они нужны. Остановлюсь более подробно на свете и цвете. Попробую рассказать о средствах выразительности. Ну и сделаем из этого какие-то выводы. Так вот, как же все-таки донести идею с помощью простых атмосферных скетчей? Хочу сразу оговориться, что выступаю первый раз, поэтому буду довольно часто сюда смотреть. Ну и хочу еще сказать, что я не претендую своим докладом на какую-то истину в последней инстанции. Это просто желание поделиться с людьми своими мыслями и опытом. Это, наверное, лучшее, что могут сделать художники друг для друга. Так что же такое атмосфера? Если спросить Google, что такое атмосфера, он вам выдаст сразу первых два варианта, которые бросаются в глаза. Первый вариант в Википедии, в котором написано, что атмосфера – это газообразная оболочка, окружающая нашу и некоторые другие планеты. Это не совсем то, о чем мы говорим. Но интересно, что именно изображаемый воздух и воздушная перспектива – это один из мощнейших инструментов в передании атмосферы. Второй вариант, который мы найдем, будет звучать, что атмосфера – это окружающие условия и обстановка. Это уже более абстрактное определение, и оно нам больше подходит. Но окружающими условиями может быть, в принципе, вообще все что угодно. В мире это будут, кроме визуала, какие-то звуки, запахи, ощущения времени. Считаю, что самое главное – это не все по отдельности, а комплекс всех этих условий. Режиссер контролирует все эти составляющие. Нам же, художникам, нужно выделить те условия, которые влияют конкретно на изображение. Но при этом не стоит упускать все остальное, что будет происходить. Мы должны уже думать о том, какие там будут звуки, тайминг и так далее. Потому что я считаю, что визуально это тоже можно изобразить. Надо стараться. И вообще это, в принципе, реально. Есть такие картины, на которые смотришь и прямо слышишь тишину, или же чувствуешь какую-то температуру, сырую прохладость весны. Например, вот я здесь подобрал, как в работах Куинжи. Визуально эти вещи подчеркиваются и ощущаются. Тут я хотел бы дать еще свое личное определение атмосфере, которая ближе к моей работе. Атмосфера – это ощущения и эмоции, которые вызваны средствами визуальной коммуникации. Одновременно у разных людей с разным эмоциональным настроением. То есть представьте группу людей в кино, у которых прошел день вообще по-разному. Кто-то пришел после тяжелого трудового дня, у кого-то день прошел совсем обычно, или он только сейчас проснулся. У кого-то, может быть, глобальные перемены сейчас происходят. Но все они должны прийти и почувствовать одни и те же эмоции, например, от этого фильма. Конечно же, несмотря на то, как у кого прошел день, все одновременно наглотались пыли, и прочувствовали огонь, взрывы, ржавые тачки и жестокость, которая воспринимается больше как безумное веселье и хардкор, чем фильм ужасов. Я думаю, все заметили, как цельно держится весь мир в этом фильме. Для наглядности слайд. И это, конечно, продумано во всем, но что мне первое бросается в глаза, так это колорит, который отличает этот фильм от многих других и создает свою особенную атмосферу. Я просто сделал нарезку практически случайно. И здесь можно увидеть, что доминирует цвет, если смотреть на цвет, такой грязно-оранжевый, который вызывает ассоциации с пылью, огнем, ржавчиной, ну и все то, что присутствует, собственно, в фильме. И буквально есть процентов 15, наверное, кадров с четко противопоставленным цветом этому, сине-фиолетоватым. Это создает определенную цветовую гармонию на протяжении всего фильма. По сути, мы можем видеть колор-скрипт этого фильма, сценарий цветовой. Вопросов пока нет. Онлайн попрошу, наверное, вопросы задавать, но отвечать пока что я не буду. Скорее всего, я их прочту и отвечу ближе к практической части. Как я считаю, очень много фильмов мы видим и видим в них персонажей, особенно людей. И, ну, они проводят, делают такую цветовую схему, чтобы приятно выглядела кожа у людей элементарно. Ну, чаще всего так происходит, как я замечал. Может быть, это неправильно, но мое мнение. Ну, и это просто одна из удачных цветовых схем, она работает хорошо. Я намеренно называю атмосферой сами эмоции, а не средства, вызывающие их. Потому что происходит следующее. Если вас, вам показывают картинку и просят сказать, какая там атмосфера, вы не будете называть условия, какие ее формируют. Вы сразу будете называть, стараться те чувства, которые у вас вызывает эта картинка. По сути, атмосфера есть везде, даже в самых абстрактных композициях. Есть все равно какие-то окружающие условия, фон, есть объекты. Но мы видим атмосферу, когда эта обстановка ярко выражена. И читается эмоциональный посыл. Если художник не вживается в роль и не переживает сам лично то, что происходит, то вряд ли хорошо, как я считаю, получится выразить атмосферу визуально. Это все звучит как лирическое отступление, но без такой лирики, мне кажется, концепт художник не может хорошо визуально передать атмосферу. Как ее попытаться понять и передать? Несмотря на то, что дать единое конкретное определение атмосферы в концепт-арте, которое устроят всех, у меня вряд ли получится, но есть все же набор средств выразительности, которые помогают ее передать. Я считаю, что выразительным должно быть в первую очередь цвет и цвет. То есть передать атмосферу можно чем угодно. И вообще, как я уже говорил, это должен быть комплекс всего. Но есть вещи главные и второстепенные. Для меня главными именно свет являются. Возьмем, например, такой простой пример. Я просто взял картинки из интернета. Нам надо изобразить дождь, дождливый пейзаж и выразить при этом тоску и серость. Сам по себе дождь, как объект, как явление, имеет устоявшийся эмоциональный посыл. Это символ. У большинства людей, если спросить, с чем ассоциируется дождь, большинство людей ответят, что это какая-нибудь тоска. Можно, конечно, сказать, что это и символ новой жизни, или вообще не символ и ничего не несет. Но у большинства это все-таки будет именно ассоциация с тоской. Если просто изобразить дождь каким-нибудь, не подумав, обычным освещением, не подумав о цветовой гармонии, то он будет в большинстве случаев все равно нести свой смысл. Но если подобрать хорошо цвет и свет, то мы атмосферу и посыл сможем еще более усилить. Также мы можем, просто не изображая дождь, вот как на второй картинке, я просто сделал ее пиксельной, дождя не видно. По сути, атмосфера осталась таких тескливых серых цветов, не несущих никакой радости. Так что мы видим, что цвет и цвет – это действительно, наверное, более основное, чем сами объекты, которые там находятся. Но если изобразить дождь и неправильно подобрать цвет и свет, у нас может, например, получиться слепой дождь, который несет обратные эмоции, радости и восторга. Для этого, чтобы пользоваться этими вещами, у нас должен быть богатый опыт визуальной библиотеки. Считаю это важным, так как трудно выдумать то, что не видел. Конечно, можно и нужно идти путем поиска референсов в интернете. Но я хочу сказать о другом. Как вы думаете, если человека попросить нарисовать атмосферно наши любимые плацкартные вагоны, дав ему просто фотографии, но он, например, в них никогда не бывал. А потом прокатить сутки в таком поезде и дать ему ту же задачу. Какой вариант будет лучше и атмосфернее? Я думаю, что, конечно же, второй. Потому что ощущение, которое этот человек пережил, монитор не заменит. Это снова лирическое отступление, но считаю важным это сказать. То есть я не хочу сказать, что при всякой любой задаче, например, вам надо брать билет на другой континент, если вы хотите изобразить там местный колорит. Но хотя в идеале это был бы высшим пилотажем подхода к фильмам, мультфильмам и вообще чего-либо. Некоторые режиссеры, собственно, так и делают. Но я хочу сказать, что для художника важно хотя бы стараться быть наблюдателем жизни в целом. Подмечать то, что вы считаете, может обогатить ваш эмоциональный и визуальный опыт. Например, ну, как это происходит в жизни? Одно это пропустим, забыл об этом сказать. Например, вы идете домой, видите закатное состояние и явно четко начинаете чувствовать какие-то эмоции. В этот момент вы можете задуматься, что же на вас повлияло. Ну, задуматься как художник об этом. Подмечайте все, но в первую очередь советую посмотреть на свет и цвет. Также подмечайте какие-нибудь предметные детали. Вот если вы будете смотреть на цвет, вы сразу видите, как все объединяется тепло-холодной гаммой и создает особую атмосферу. Здесь хорошо видна воздушная перспектива. Попробуйте подумать, какие там цвета доминируют, какие дополняют. Просто после таких моментов, если вы будете не просто переживать эмоции в эти моменты, но пытаться их анализировать, в следующий раз, вспоминая какую-то атмосферу, которую вам надо изобразить, вы будете уже не так абстрактно о ней думать. Вы вспомните то, что ее формируют. Понять, насколько это важно, такой личный опыт эмоциональный, можно почитав фантастику Стругацких, которую я люблю, 60-х и 80-х годов. Тогда обилия референсов не было в интернете, интернета, собственно, не было. Но ценят их творчество не только за те фантастические вещи, которые есть в произведениях, но ценят именно то, что это перекрещиваться с нашей жизнью, даже повседневной. Они очень хорошо описывали поведение людей, которое в основе так и не изменилось спустя 50 лет. Нам над ними вставало и садилось точно такое же солнце, и оно точно так же восторгало людей, как тогда, так и сейчас. Поэтому референсы для создания атмосферы, я считаю, нужно брать в первую очередь из реального опыта и пережить их ощущения лично. Ну, а потом, конечно, уже интернет и все остальное, особенно, если вы этого не сможете увидеть. Так что такое атмосферный скетч? Давайте дадим определение. Атмосферным скетчом я называю тот, который стремится быстро и понятно донести идею. Основной упор для выражения атмосферы делаю на свет и цвет. Конечно же, при его создании стараюсь разработать заодно и композицию, формы, массы объектов. Это все же не должны быть какие-то просто абстрактные цветовые пятна. Такой эскиз – это небольшой, но очень важный этап в создании фильма или мультфильма. Такие поиски делаются еще на стадии препродакшена до того, как покажут большой компанией людей, которые будут разрабатывать продукт. По крайней мере, в моем опыте было именно так. И такие скетчи мало чего могут дать моделерам и художникам, фановщикам, например, для финальной картинки. В них мало информации для серьезной и окончательной работы. Но достаточно, чтобы обсудить с режиссером, сценаристом, продюсером и главным арт-директором. На этом этапе над проектом хоть и работает небольшая компания людей, но все же, как минимум 2-3 человека и больше должны представлять идею проекта как нечто целое. Если всем просто сказать, чтобы они визуально представили какую-то сцену, они, конечно, ее представят все по-разному. Плюс ко всему наш мозг так устроен, что все мы представляем, все, что мы представляем, кажется сначала нам цельным и убедительным. Но если подумать о деталях, мы понимаем, что картинка не такая уж и убедительная. Наше воображение использует то, что самое эффектное и характерное. То, что первое мы замечаем. И чтобы в процессе не оказалось, что команда людей делает что-то одно, но думает о разном. Нужны такие вот скетчи для того, чтобы визуально закрепить и донести идею. Например, в фильме «Есть остров». Представить остров, в принципе, легко, кажется. У кого-то он схематичный, у кого-то натуралистичный. Если подумать, то мы его представляем, но наш остров может не совпадать с тем, который должен быть в сценарии. Даже если он хорошо описан. Он может быть песочным, с благоприятными условиями, или каким-нибудь каменистым и непригодным для жизни. На берегу может быть шторм или штиль. Там может быть, какая там будет растительность, какая живность. Может, там есть старый вулкан. В общем, характеристики параметров может быть много, и для убедительности надо их продумывать все. Конечно, сценарий может быть подробно описан, но даже в таком случае визуально разные люди будут его представлять по-разному. Мне нравится, как показан в этом фильме «Остров» первые секунды, когда он появляется. Сначала это какое-то темное пятно с неясным силуэтом, которое не несет вообще никакой надежды. На фоне молнии какие-то, ночь. И сразу в следующие же кадры появляется скала на фоне пасмурного неба, которая сверху вниз плавно освещается солнцем. Может, конечно, не закладывался никакой символ, но, как по мне, в фильме читается какая-то надежда. Также мне нравится, как различаются разные местности на острове. То есть пляж, на котором обитает главный герой, он ассоциируется у нас с какими-то курортными островами. Он приятный на самом деле. И та вершина, на которой он хотел повеситься, если вы смотрели и помните фильм, она совсем безжизненная. Это одинокое сухое дерево, на котором, ну, в общем, это идеальное место для суицида. В общем, атмосферный скетч нужен в самом начале. Он создает основную среду, в которой будет существовать дальнейший дизайн окружения. Поэтому на такие вещи надо стараться тратить времени немного, но до тех пор, пока не будет найдена та атмосфера, которая нужна. Иначе экономия времени на этом этапе, сказывающаяся на качестве подачи идеи, может потом обернуться гораздо больше потери времени в самом процессе производства. Например, если специалист по цвету запутается в освещении, то вы либо потратите время, либо не донесете сполна идею. Давайте поговорим об этапах создания такого скетча. Сильно много о них говорить не буду, но хотелось бы сказать, что этапы это очень важно, и важно их знать и понимать. Это скелет, который вам поможет не потеряться. То есть, если у вас что-то где-то получилось не очень, то чтобы было понятно, где и на каком этапе, куда надо вернуться, какие параметры посмотреть. Есть классическая структура подхода к такого рода наброскам. Композиция, тон, цвет. Ну, в упрощенном варианте. В принципе, это подход к любого рода наброскам. Здесь немножко подробнее. Этапы такие. поиск идеи и формирование ее, поиск референсов и анализ. Композиция. Следующим идет разбор тоновых отношений. Я разделил тут тон и свет отдельно. Потом мы ищем именно конкретно свет, освещение. И в конце уже думаем над цветом. Можно, конечно, делать в разной последовательности в поиске, но эти этапы вам помогут не запутаться. Если вы просто начнете с цветовых пятен сразу и что-то будет не очень получаться, вы поймете, возможно, это тот этап с тоном. Возможно, у вас хорошие цвета, но тон не работает. Немного подробнее об этапах. Для начала вы ищите идею и если она уже есть, формулируйте ее для себя. Если вы ищите идею, перед вами чистый лист, не ставьте задачу сразу нарисовать что-то крутое и понятное. Старайтесь идти от целого к частному. Если у вас поиск с нуля, лучше поделать почеркушки для разогрева. Это могут быть вообще какие-то абстрактные формы и пятна. Постарайтесь, чтобы ничего конкретного они не значили. Ваш мозг просто должен начать работать. Эти пятна, главная задача, должны быть красивыми и найденными, как сами формы. Это развивает видение красивых форм, развивает пластику. Вы начинаете думать об отношениях больших и мелких деталей. Попробуйте давать этим пятнам какой-нибудь характер. Например, это агрессивная или мягкая форма. Это что-то техническое или органическое. Задавайте себе такие вопросы. Тяжелая или легкая. Поделайте, например, какие-то схемки. Если вы, ну, например, на моей работе это очень удобно поделать вначале еще какие-то схемки, где есть точки обзора и камеры. Это поможет проще понять окружение. Просто дело в том, что в фильме и мультфильмах в кино вам решают, что показать за вас. А в играх игрок может сам пойти куда угодно и посмотреть, что ему нравится. Ну и там и там надо решить задачу, как привлечь внимание к главному. Я считаю, что в кино это преимущество на самом деле, что мы можем выделять главное именно композиции кадра. но зато эту задачу надо решать сразу же еще на стадии таких скетчей. Это делается кстати вместе с раскадровщиками это такой симбиоз странный. Потом вы ищите референсы, которые стоит глянуть, чтобы освежить в памяти то, что вы видели или увидеть что-то новое. Снова об этом я уже рассказывал, это касается не только интернета, еще надо подумать о личном эмоциональном опыте и визуальном. Затем вы делаете очень маленькие наброски поиска композиции. То есть композиция это понятие обширное, слово подразумевает под собой многое. Но здесь я имею ввиду расположение элементов. Вам надо найти место планам и объектов в формате, в планах. Ищите массы и взаимодействия между собой. На этапе уже пора на этом думать об атмосфере, так как не только свет и цвет ее формируют. Потом решайте тоновые отношения. В первую очередь нам надо решить плановость. Планы вам дадут пространство. Потом уже решайте тоновые отношения внутри планов, между отдельными объектами. Такая схема будет удобнее в большинстве случаев. Но надо не выходить за рамки тонового интервала плана. То есть на темном переднем плане светлое не должно нарушать ощущение переднего плана и цельности его. А на заднем не должно быть вырывающихся контрастов и так далее и тому подобное. Общий тон кадра кстати тоже влияет на атмосферу. Потом вы добавляете свет и тень, которые обобщают массы. Этот и предыдущий пункт можно в принципе объединить в один и выполнять их одновременно. Но с опытом я предпочел делать это раздельно. Сначала я смотрю как объекты между собой работают в тоне как бы при идеальном освещении при каком-то среднем. А потом я добавляю уже свет, который обобщает световые или теневые участки. Прорабатывая параллельно как ложится свет. В этот момент можно добавить какой-нибудь дополнительный источник света если он нужен. Если нужны какие-то рефлексы если они влияют на глобальные возможно какие-то световые эффекты если они есть всякие отражения или лучи преломления. Потом отбирайте лучшие или пару тройку лучших скетчей в ЧБ и делайте их в цвете. Каждый по несколько вариантов. Нередко бывает что уже на тоновой стадии понятно какой именно скетч стоит проработать в единственном числе. Но лучше все-таки чтобы их было хотя бы пара вариантов. Свет и цвет как я уже говорил играет самую важную роль в создании атмосферы. Потом отбирайте лучше добавляйте детали которые важны для донесения идеи. Например мелочи которые нужны для лучшего понимания но были не так важны на предыдущих стадиях. Это может быть намек на текстуру материала или же какие-нибудь мелкие частицы например какая-нибудь пыль которая создает атмосферу. Дальше конкретно подробнее о свете. мало кто задумывается со стороны физики что такое свет когда рисуют его. В этом плане к этому ближе трехмерчики визуализаторы. Я не считаю что это неправильно потому как художнику важнее понять что он выразит изображая тот или иной свет какая освещенность нужна для достижения атмосферы. Но я не раз встречался с тем что недопонимание света со стороны физики создает много сложностей. поэтому упрощенно просто представляете свет как поток фотонов если вы решаете тон без цвета. Первое что стоит понимать в этом случае что свет имеет направление или направление то есть любой материал ну это конечно уже многие знают любой материал может реагировать на свет тремя способами отражение поглощения или преломления угол отражения света равен углу падающего такие знания могут вам понять как нарисовать блик какой он будет не затеряется ли он в шероховатостях материала или отразится от гладкого материала полностью вы поймете если будете рассматривать свет как поток частицы как должна выглядеть тень никакая она рассеянная или четко но для атмосферы нужно на свет смотреть я считаю именно с художественной точки зрения как-то поэтичнее более если мы говорим об атмосфере то атмосферу чего можно изобразить задать себе такой вопрос нет же какого-то ограниченного списка атмосферу в искусстве поэтому каждый раз это что-то новое новая задача и рецепта универсального и правил здесь нет и не может быть единственное что практически всегда работает для создания основы на что опираюсь я что мир имеет полюсы ну два полюса есть свет и тень и растяжка между ними есть добро и зло любовь и ненависть вкусно и невкусно смешно и грустно и так далее то есть мир имеет плюс и минус и растяжка между ними а также что очень важно ноль то есть это что-то может быть серое безразличное пресное так что при создании метафоры с помощью света подумайте какому полюсу атмосфера больше тяготеет к свету или к тени либо это ближе к нулю это верный способ во многих случаях чтобы задать основу если вы рисуете зловещую локацию то более зловещей она покажется если там будет мало света ну как пример уже мои работы наоборот уже яркое контрастное освещение будет выражать скорее что-то динамичное или веселое ну здесь весело космонавты собирают непонятного космического серфера вообще странная композиция я считаю это освещение здесь подходит идеально подходит настроению этих космонавтов которым нечего делать в открытом космосе яркие пастельные тона скорее всего будут ассоциироваться с чем-то нежным и добрым ну например как здесь это такие устоявшиеся ассоциации которые помогут вам сделать выбор что будет доминировать свет или тень можно этому приписывать разные причины но мне ближе всего объяснение что человек так привык эмоциональное восприятие света и тени у нас обусловлено опытом прошлого то есть ночью у людей всегда ассоциировалось с опасностью ведь мы плохо видим в темноте и не защищены ну и всякого такого рода причины если все еще не касаясь света говорить о свете то кроме силы света есть еще несколько других параметров которые тоже стоит анализировать при создании атмосферы кроме силы также важно направление света я имею ввиду откуда свет в кадре если вы сделаете дневной свет сверху то будет понятно что вы имели ввиду полдень тени короткие освещение контрастное если к примеру у вас есть длинные тени они дадут понять что это какой-нибудь закат или рассвет с помощью теней вы можете создать ритмы или выразить пространство вот вернусь к этой работе здесь как раз таки работает тень на пространство она показывает еще сильнее глубину этого ангара или же например вы можете использовать контражур для выразительного силуэта следующий параметр касается именно характера освещения оно может быть направленным либо рассеянным от направленного света образуются четкие тени и пролепливается четко объем как на предыдущей работе от рассеянного создается впечатление мягкости и нежности еще имеет значение количество источников света например пейзаж с голубым небом имеет два источника света один это солнце второй это небо солнце излучает теплый направленный свет а небо холодное и рассеянное и даже не изображая само небо и в чб-варианте вы все равно увидите что это пространство находится под открытым небом потому что есть характерный характерные тоновые отношения характерный свет несмотря на то что рецептов создания уникальной атмосферы нет понимание разделения этих характеристик света поможет вам его настраивать и понять что можно изменить чтобы достигнуть эффекта ну и при рассмотрении референсов вы тоже разделяете для себя параметры света когда вы на него смотрите изучите их по отдельности какая сила какое направление характер освещения и количество источников это должно помочь а также есть еще такая вещь как частицы хочу ее отнести к свету потому что будь то газ дым или туман или еще что-то если на них попадает много света их можно рассматривать как отдельный источник света а также это мощные эффекты для демонстрации пространства и воздушной перспективы это очень эффектно для определения атмосферы например таинственности и загадочности также частицы очень удачно объединяет практически все что изображено в один целостный мир если у вас есть дали в пейзаже то при даже самом прозрачном воздухе дальний план будет объединен из-за толстого слоя частиц если вы конечно не вакуум изображаете но не стоит пользоваться ими везде потому что почему-то у многих атмосфера ассоциируется именно с частицами хотя я считаю что есть много других более тонких путей ее изобразить цвет ну с цветом то же самое как и со светом то есть советую здесь я не буду об этом много рассказывать займет много времени советую поинтересоваться цветом со стороны физики это вам поможет если ну что-то получается если что-то сложно изобразить вы не понимаете как это происходит о цвете надо думать так же снова как художники мы знаем что цвет имеет три характеристики таких основных цветовой тон светлота и насыщенность то есть какой цвет какой это участок спектра насколько он светлый темный и насколько он яркий насыщенный исходя из физики цвета и свойств нашего глаза светлота и насыщенность это взаимосвязанные параметры отдельно они не могут происходить для большего удобства советую использовать систему HSB в фотошопе ну помимо кулероса кулерос кстати классная штука и советую пользоваться давайте снова вернемся к атмосфере с цветом все сложнее так как цвет ну я считаю самый мощный инструмент и можно сделать бесконечное количество палитры и параметры цвета очень сильно влияют на настроение цвета можно как успешно подчеркнуть идею так и убить ее на корню с цветом нужно быть очень аккуратным колорскрипт для фильмов и мультфильмов делается не только для того чтобы рассказать какую-то историю цветом но и создать один единый целостный мир чувства которые вызывают цвет у разных людей возникают разные и что то что мы иногда слышим например что зеленый успокаивает красный возбуждает а желтый раздражает я лично этим набором утверждения не пользуюсь это больше по части цветоведов и такой эффект больше проявляется когда цвет изолирован то есть вы смотрите на экран и там показывается только один цвет или выкрасить комнату в один цвет тогда да скорее всего они как-то так похоже будут действовать есть еще культурные аспекты например оранжевый цвет привлекает внимание и лично у меня он ассоциируется с каким-то весельем и позитивом но в Индии этот цвет имеет более глубокий религиозный даже смысл и ассоциируется с шафраном есть в этом все-таки некоторые тонкости в использовании цвета в разных культурах но мы создаем динамичные картинки со сложной цветовой палитрой поэтому лучше обратить внимание на другие вещи единственное что есть объединяющего цветов и прощающего выбор это такой же похожий принцип как у света это полярность цвет можно поделить на теплое и холодное и снова тут все похоже на устоявшиеся привычки людей на то что люди ассоциируют просто их с теплыми и холодными предметами в природе но есть все-таки психологический аспект экспериментально установлено что положительное эмоциональное состояние повышает чувствительность к красному и желтому а вот отрицательное повышает чувствительность к синему и зеленому несмотря на все это сколько мы видим примеров что холодные это не означает что-то плохое негативное а теплое что-то позитивное просто вспомните кто играл в пятых героев там замки инферно и эльфов теплый там не очень на самом деле позитивный полярность холодных и теплых цветов нам дает другие другое понятие мы понимаем что они могут между собой интересно взаимодействовать могут как уравновесить друг друга так и выделить и подчеркнуть друг друга очень приятные палитры в которых есть тепло-холодность и очень сложно сделать хорошую а главное обоснованную палитру только на теплых или холодных цветах хотя бы хотя это один из верных вариантов чтобы создать цельную атмосферу но без уравновешивания противоположного цвета по тепло-холодности на такое будет довольно сложно долго смотреть или не интересно следующий параметр более понятен это светлота с помощью него можно создать контраст между похожими цветами или усилить или ослабить контраст между холодными и теплыми цветами или же наоборот уменьшить если это конечно необходимо стоит всегда помнить что осветляя или затемняя цвет падает насыщенность поэтому такой параметр стоит также рассматривать вместе с тоном контраст насыщенности также залог хорошей палитры именно поэтому когда мы изображаем какой-то объем то самая его яркая часть будет именно между освещенными и темными участками потому что там мы видим отраженный самый бедный спектр цветовой мы видим самый яркий цвет здесь хорошо видно как я пользовался практически всеми параметрами цвета я создал контрасты теплого и холодного я создал контрасты тоновые по светлоте и по насыщенности тоже с помощью этих контрастов я сразу же привлекаю внимание именно в ту точку куда хочу чтобы зритель смотрел мы видим этот намек на замок в облаках и вообще этот контраст я попытался сохранить во всей работе чтобы сохранилось это напряжение и борьба полюсов миров какой-то попытался в это еще и символ заложить при грамотном использовании цвет может выделить сейчас секундочку есть неплохой способ кстати проверить насколько цвет хорошо передает атмосферу вы просто можете перевести картинку потом в чб и увидеть но если она убедительней передает атмосферу то цвет ну неудачно вы подобрали если же нет то все нормально просто так взять и придумать какой должен быть цвет чего-либо трудно так как мы доверимся своей памяти и вряд ли сможем оттуда извлечь то что нам нужно многие используют воспоминания из детства ну типа трава зеленая солнышко желтое и при этом вспоминают те чистые цвета которые мы показывали в детстве знакомые с цветом вот почему так важно развивать видение цвета стараться различать оттенки и наблюдать за миром при создании кстати детского мультфильма часто используются как раз такие яркие цвета из нашего детского воспоминания это действительно притягивает внимание детей это конечно обусловлено и тем что дети привыкают к тому что окружают цветными вещами но есть и физический аспект дети постепенно начинают различать цвета сначала они их не видят и начинается все с красного цвета более взрослые люди лучше детей различают самые сложные и не яркие цвета поэтому с возрастом вкусы в плане цветов меняются поэтому маленькие дети так любят очень яркие мультфильмы они им более понятны они просто не видят не различают практически других цветов если вы выбираете цвета которые будете использовать в концепте то сразу подумайте о том сколько этих цветов будет лучше и проще будет если их будет два три четыре больше или меньше будет сложно обоснованно использовать и сделать это красиво подумайте о пропорциях цветов это тоже очень важный параметр должен быть какой-нибудь доминирующий цвет затем дополнительный и акцент делайте их разным процентом соотношения чтобы сразу было понятно какой цвет доминирует какой его дополняет это классический подход к выбору цвета но на самом деле не панацея есть также несколько распространенных схем по выбору цветовой гармонии сейчас покажу хотел вернуться к тому что сказал вот в этом изображении у меня практически везде только доминирует у меня синий цвет но за счет разного разной насыщенности и светлоты я могу создавать планы есть также акцент на то пятно на которое мы должны смотреть это цвет больше практически нигде не повторяется есть немного желтовато-оранжеватые мазки на переднем плане ну как бы насколько о чем я думал когда я это делал я старался подчеркнуть засветить цвет на переднем плане сделать его более ярким то есть этот синий я ему противопоставил противоположный цвет добавил на передний план вот теперь у нас передний план более контрастный выходит наперед вот о схемах гармонии цвета это самые распространенные схемы начну с первой монохромная мы просто берем один цвет и используем разную светлоту и насыщенность одного цвета при этом способе легко сделать цельную атмосферу но это будет довольно скучная гармония и на такое как я уже говорил довольно сложно смотреть долго аналоговые это близкие цвета в спектре то есть мы берем два три четыре цвета близких по спектру эти спокойные сочетания часто встречаются природа в природе и поэтому они ну довольно приятные для глаза они подходят для создания реалистичной картинки триадная равноудаленная три цвета на спектре часто такая схема используется в мультфильмах с помощью такой схемы довольно легко достичь создания какого-то виртуального мира несуществующего но также эту схему очень сложно использовать на самом деле комплементарная это самое распространенное это противоположные цвета создает напряжение и контраст цвета друг другого уровня вешивают ну в общем это очень хороший и удобный вариант следующая сплит комплементарная противоположная и соседняя противоположному одному из мы ну то есть контраст становится меньше чем в комплементарной схеме но у нас больше цвета для использования такая схема часто используется для передачи какой-нибудь радостной атмосферы и последняя двойная комплементарная это две пары противоположных цветов используется для изображения передних и задних планов то есть мы можем взять одну пару для переднего плана вторую для заднего и желательно делать так берем какой-нибудь цвет тот что послабее ну не по спектру а по насыщенности и цветовым по светлоте и туда делаем вкрапление того который более активный и более яркий лучше всего и чаще всего используется смесь из этих гармоний цвета есть еще вариант мы можем просто взять пастельные тона буквально по всему спектру и они будут все отлично смотреться один из тоже непроигрышных ходов теперь если у вас ступор выбора цвета и вы видите что какой-то цвет не подходит попробуйте анализировать отдельно параметры цвета и еще опираясь на знания о гармониях да конечно не жестко то есть я это для чего рассказываю или я перебил наверное да ну то есть зачастую я иногда прибегаю к тому что сразу смотрю на схемы эти но чаще всего я начинаю то есть просто на каких-то ощущениях подбирать цвет а потом я просто уже могу сверяться и смотреть какой схеме это ближе ну и это не обязательно что надо под нее подгонять просто понимая какой схеме это ближе более понятно как пользоваться потом цветом то есть какого должно быть больше какого меньше ну вот как-то так круг итана многие слышали конечно же я все же рекомендую пользоваться кулеросом в фотошопе ну потому что он удобный потому что он удобный но в нем не совсем верно составлен спектральный круг дело в том что его составляли более геометрично равноудаленно расположили основные цвета спектра зеленый красный и синий и потом также равноудаленно между ними добавили цвета которые получаются при смешении спектров при смешении светов спектров то есть пурпурный голубой и желтый ну и сделали равномерную растяжку хотя тут многие цвета на самом деле комплиментарные очень даже неплохо совпадают но самая не в попад пара это желтый и синий там все-таки должно быть как у Итана желтый и фиолетовый просто синий спектр если вы пользуетесь кулерсом нужно мысленно сузить в сторону зеленого цвета и немного расширить красный спектр это просто особенность нашего глаза ничего общего она с той геометрией которая принята в этом круге не имеет а вот кстати круг Итана я проверял экспериментально то есть я просто брал пипеткой цвет который там изображен заливал на сером фоне на отдельном слое делал пятно заливал этим цветом смотрел на него секунд 20 всем известен этот эффект потом отключал слой и через секунд 5 проявлялся комплиментарный цвет по кругу Итана у меня все совпадает я не знаю либо у меня особое какое-то зрение либо я нашел некорректный круг но именно напротив красного у меня все-таки не зеленый а более голубой цвет все остальное в принципе совпадает о чистых и грязных цветах немного многие кто работают с цветом считают неприемлемым работать с грязными цветами но это понятие не совсем непонятное чистыми мы будем считать те цвета которые исходя из физического понимания не темнеют и не светлеют потому что при этом они теряют насыщенность то есть только один или два рецепторов глаза раздражаются то есть это в первую очередь красный зеленый синий а потом уже голубой пурпурный желтый и растяжки между ними без отхода в сторону по тону но если использовать такие цвета чистые то получится конечно ядовитая палитра ужасная если начинать цвет затенять или менять его насыщенность то где граница между чистыми и грязными цветами другое понимание чистого цвета как я для себя его формирую это насколько он уместен в том или ином месте изображения даже простой серый цвет будет прекрасен рядом с ярким красным или оранжевым и он будет принимать тонкий зеленоватый или синеватый оттенок так что грязные в кавычках цвета нужны но другой вопрос как их использовать далее поговорим средства выразительности есть такие определения изобразить это способ способности художественными средствами достичь подобия а выразить это свойство художественного отражения в образно наглядной яркой форме раскрыть сущность изображаемых явлений и характеров передать отношение художника к материалу творчества его переживания чувства и оценки поэтому средствами выразительности называю образно раскрытие сущностей такие как контраст его отсутствие ритмы и аритмия динамика и статика метафора гипербола гипербола или тото стилизация символизм я конечно пользуюсь не всем этим набором я это перечислил чтобы было ясно что есть много таких средств не стоит все эти средства использовать в одной работе то есть дальше наверное стоит по картинкам пройтись чтобы было понятно о чем я в первой картинке видим тепло-холодный контраст остальное тон и насыщенность не так сильно работают условием здесь при создании этой картинки было сохранить довольно светлое изображение ну якобы дети плохо воспринимают темное изображение не знаю насколько это правда но было такое условие и сохранить цвета максимально яркими ну на мониторе они кстати довольно ярче даже немножко режут глаз персонаж поэтому я сделал упор на контраст тепло-холодности персонаж попал в эту каморку на космическом корабле первым делом ощущает таинственность помещения это я хотел выразить с помощью холодных тонов и подсветок и он еще не понял что буквально за углом его ожидает то что он хочет увидеть по сценарию персонаж очень любит полеты и всякого рода звездолеты поэтому там теплые цвета которые несут радость и позитив на этой картинке мы снова видим контрасты но это уже почти чувствуется во всем формах размерах цвете тоне и насыщенности здесь надеюсь чувствуется атмосфера восхода солнца как бы здесь как бы передавая что главный герой выбрался наконец-то из тени вражеских джунглей и он уже на краю леса и далее его ждет жизнь солнца и позитив обилие цветных растений говорит о том что скорее всего там половина из них ядовитая но также создает богатую палитру цветов здесь очень много но они держатся в одном плане ну я про передний план это потому что их светлота варьируется в небольшом интервале а также за счет пропорций цвета в передних планах в планах и плане доминирует все-таки синий цвет дополнительные ему красные и оранжеватые и вкрапления желтого и желто-зеленого выступают как акценты кстати планы сохраняются вопреки вообще принятому понятию от света цвете плана то есть обычно принято задний план делать все-таки холодным а передний теплым у меня происходит это наоборот надеюсь оно все равно работает в плане пространства вот последнюю я уже ее показывал немножко разбирал хотел бы еще сказать здесь еще присутствуют помимо контрастов символы и метафора облако может принимать разные формы но не успеваем мы их узнать как оно уже меняет форму или разлетается также здесь замок это подсказка на вопрос который заложен в этой картинке картинки называется она жизнь после смерти и хоть подсказка очень явная но она так же как и все остальные облака скоро разлетится и рассеется такая у меня здесь метафора фигура человечка с рюкзачком символизирует человечество которое ищет ответы на такие важные вопросы и он там стоит один это выглядит как будто ему больше никто не подскажет и он должен искать один а месяц который мы не сразу замечаем противопоставлен солнцу на закате которое мы вообще-то не видим но судя по свету понимаем что оно за нами это подчеркивает полюсность мира и что свет и тьма это равнозначно прекрасно так так как и то и другое это есть жизнь только разная здесь нет серых участков я хотел сохранить во всей работе напряжение и игру контраста ну собственно сделаю вывод выводы атмосфера это то что мы чувствуем от изображения и то что объединяет в единый мир то что изображено атмосферный скетч важен и нужен для поиска и демонстрации идеи нескольким нескольким людям которые будут вести проект нескольким важным людям этапы создания это скелет который помогает разложить создаваемую картинку на определенные параметры и это помогает в создании качественного скетча свет и цвет основное что формирует атмосферу средства выразительности это образное отображение идеи которое делает ее еще интереснее и выразительнее ну собственно и все вот и теория спасибо за доклад у кого-нибудь есть вопросы вот вопрос для одного проекта сколько приблизительно у вас может понадобиться вот таких вот скетч для каждой сцены для каждого эпизода ну как бы вот чтобы описать какой-то участок сколько их получается рисовать нужно ну смотрите опыт именно концепт художника конкретно занимаясь концептами так как это делать надо я это делаю год и здесь я показываю ну не коммерческие работы в основном могу так сказать что проект у нас длинный это мультсериал и поэтому то что сделала была она в период препродакшена это все касалось только первой серии которую будут презентовать все эти скетчи будут в процессе дальше еще создаваться и да надо делать скетчи для каждой отдельной сцены для каждого ну не для каждого отдельного даже кадра а именно сцен ну я надеюсь я ответил на вопрос спасибо еще вопросы у нас этот процесс происходит так немного даже стихийно то есть режиссер выполняет раскадровку ну есть отдельные люди раскадровщики но он делает какую-то основную чтобы выразить идею и мы с ним обмениваемся этой информацией постоянно он мне кидает линейно где просто показывает где что расположено там попадаются довольно смешные рисунки то есть все очень схематично и потом на эту схему я уже накладываю ну свою работу тон цвет показываю ему он что-то может тоже подправлять и поэтому это такая работа между двоими людьми то есть это делается не сразу скорее всего ну сразу все-таки надо найти расположение а потом уже думать хорошо спасибо ну как в том схеме этапов как я рассказывал руки я больше не вижу большое спасибо еще раз за доклад я хотел еще всем пожелать успехов спасибо за внимание не успел практически какую часть я думаю о том все Дмитрий каким софтом пользуетесь в работе если у вас художественное образование и какие советы вы бы дали начинающему так что первое каким софтом ну вообще не важно по сути в чем рисуется атмосферный скетч но я пользуюсь в основном фотошопом да иногда я пользуюсь традиционными материалами было пару раз что использовал 3D но на той стадии 3D не очень мне помогает если у вас художественное образование ну да есть детская художественная школа если это можно считать и я учился в академии харьковской дизайна и искусств но на графический дизайн поэтому в принципе оно и есть но не совсем то которое нужно и какие советы дали бы начинающему ну все говорят много работы все получится я бы дал такой совет что без хорошего отдыха не будет хорошей работы и наоборот поэтому да поэтому не старайтесь посвятить всю жизнь работе было такой совет в принципе вопроса вроде нету так что все спасибо